В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Перепет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Со слезами на глазах в Совете ветеранов Сарова прошел праздник, посвященный Дню Победы. А значит, мы живы. Воспитанники творческого объединения «Эвент-команда» молодежного центра представили литературно-музыкальную композицию. «Россия. Песня моя» – образцовый ансамбль народной песни «Горница» отметил свой 20-летний юбилей на сцене Дома молодежи. Далее расскажем обо всем подробно. С помощью соцконтракта безработные могут пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации, рассказали в Минтруде. При этом помощь по соцконтракту предоставляется вместе с пособием по безработице. Социальный контракт – это незамена той поддержки, которую оказывают центры занятости безработному гражданину, а дополнение к ней уточнили в Министерстве. При заключении социального контракта обязательно разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, то есть комплекс мероприятий, направленных на создание собственного постоянного источника дохода у человека. В ней обозначается полный объем помощи, который он получит. Подробно расписываются этапы ее предоставления. Так, человеку, который ищет работу по соцконтракту, могут назначить пособия в размере регионального прожиточного минимума, которое единовременно выплатят в течение месяца после заключения соцконтракта, а потом будут выплачивать ежемесячно в течение трех месяцев после трудоустройства, на время испытательного срока. По соцконтракту возможна помощь и в создании личного подсобного хозяйства, например, содействие в производстве и сбыте произведенной продукции. Единовременная выплата в размере до 100 тысяч рублей, которые можно направить на приобретение товаров для фермера. Заключить соцконтракт можно в органах соцзащиты по месту жительства. В Совете ветеранов Сарова прошел праздник, посвященный Дню Победы. Детей войны пришли поздравить руководители администрации, а также депутат избирательного округа. Гости вспомнили песни военных лет и отметили 9 мая за праздничным столом. Ольга Скороходова, участница вокального ансамбля «Улыбка», очень любит сочинять стихи на разные темы и часто пишет их для друзей и родственников. Стихотворения о родине и войне занимают значительное место в творчестве Ольги Николаевны. О Великой Отечественной войне женщина знает из рассказов своих родителей. Мои родители, молодые мальчика и девочка, стояли в нижнем, они горькие были, они делали «Катюшу». И им подставляли еще подставочки под станок, чтобы можно было сделать патроны. А мама моя, она была, проверяла, контролер была. Накануне Дня Победы в Совете ветеранов прошла праздничная встреча. Члены Совета поделились тем, что они помнят о войне, поговорили о подвиге солдат, а ансамбль «Улыбка» выступил со всеми любимыми военными песнями. Вокалистом подпевал весь зал. Детей войны поздравили с 9 мая и гости праздника. Руководители администрации, а также депутат избирательного округа Павел Амеличев. Благодаря вам, в том числе, будут расти наши дети, внуки. И у меня большая убедительная просьба к вам, чтобы вы с новым поколением, детям, внукам, передавали ту историческую память, что война – это все-таки плохо, что мир лежит хорошо. Идут года, но, безусловно, День Победы навсегда останется главным праздником в нашем календаре. Крепкого вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. Самое главное, чтобы всегда ваши любящие и близкие люди были рядом с вами. После концертной программы ветераны отметили День Победы за праздничным столом. Сначала старта приема заявлений на получение новой выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет подано около 2 миллионов заявлений на 3 миллионов детей, сообщили в Минтруде. Ведомстве напомнили, что срок рассмотрения заявлений составляет 10 рабочих дней. Если он по объективным причинам затягивается, заявителей уведомят об этом. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Покупать путевки для детей нужно только в летние лагеря санитарно-эпидемиологическим заключением, включенные в реестр санкционированных организаций отдыха и оздоровления. Их актуальный перечень размещен на сайтах управления Роспотребнадзора и органов исполнительной власти, которые организуют отдых детей в соответствующем регионе. Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут получить кредиты по льготной ставке не выше 12,5%. Оставшуюся часть ставки банком компенсирует государство. Заем можно будет получить на проекты по строительству, реконструкции или модернизации объектов по обращению с отходами, которые реализуются при софинансировании российского экологического оператора. Нижегородцы смогут перевести свои пенсионные накопления из негосударственного пенсионного фонда в государственный. Для этого нужно до 1 декабря подать заявление в свое отделение ПФР. Сделать это можно лично или через представителя по нотариальной доверенности. Также подать заявление можно через госуслуги. Накопления переводятся только на следующий год. В каком бы месяце вы не подали заявление, в течение декабря можно отказаться от перевода или выбрать другой пенсионный фонд. Если вы не передумаете, накопительная часть пенсии будет переведена в ПФР до 31 марта следующего года. Продолжается голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2023 год. Сыровчане смогут отдать свой голос за сквер в районе дома номер один по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Проект, который наберет большее количество голосов, будет благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Напомним, оба проекта уже выставляли на голосование в рамках программы формирования современной городской среды в прошлом году. Тогда победил сквер за администрацией. Работы первой очереди уже начались. Они включают в себя расширение и устройство дорожек, бордюров, цветников, высадку газона. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте голосза.ру. Это занимает не более пяти минут. Чтобы Саров попал в проект, нужно, чтобы проголосовало как минимум 8600 горожан. В преддверии Дня Победы ребята творческого объединения «Эвент-команда» молодежного центра представили литературно-музыкальную композицию «А значит, мы живы». Первыми постановку посмотрели ветераны и дети войны. Подробности далее. У женщин-летчиц крепкая рука, А в раках величал ночные ведьмы. Дрожали немцы. Впрочем, неспроста. При целом точном. Отправляюсь в бездну. Не только мужчины защищали нашу страну от фашистских захватчиков. Звание Героя Советского Союза удостоено 95 женщин, которые с оружием в руках, в составе батальонов и партизанских отрядов отбивали нашу родину от немцев. 49 из них получили это звание посмертно. Об их подвиге рассказали участники «Эвент-команда» молодежного центра, подготовив литературно-музыкальную композицию «А значит, мы живы». В этой композиции рассказывается реальная история очевидцев Великой Отечественной войны. Рассказывается история женщин, которые бок о бок воевали с мужчинами нашей страны. Рассказывается история очень храбрых девушек, у которых сердце принадлежало именно стране. Ребята рассказали несколько историй и про блокадный Ленинград, и про оружейниц или женщин, служивших на кораблях, и про медсестру, которая под пулями вытаскивала раненых с поля боя. Когда дыма поменьше стало, когда я от поля боя отошла, я вдруг замечаю, что тащу одного нашего танкиста, а другого немца. Я была в ужасе. Там наши гибнут, а я немца спасаю. Великая Отечественная война. От нас все дальше и дальше. Мало остается свидетелей тех страшных событий. И такие истории позволяют детям, которые их рассказывают, лучше узнать о подвиге советского народа. Нужно говорить про войну, чтобы новые поколения знали про подвиги нашего народа, про то, что они совершили во время войны, и про то, как война трудна. На премьеру постановки ивент-команда пригласила представителей ветеранских организаций и детей войны. В конце спектакля ребята подарили каждому гостю букет и открытку, сделанную своими руками. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Воспитанники музыкальной школы имени Балакирева вошли в состав детского симфонического оркестра атомных городов. В апреле коллектив впервые сыграл на большой сцене. Его короткой программой открылся юбилейный галоконцерт территории культуры Росатома в Московском театре. В качестве солиста и дирижера оркестра выступил маэстро Юрий Башмет. В прошлом году юные инструменталисты музыкальной школы имени Балакирева проходили отборочный тур в детский симфонический оркестр атомных городов под руководством народного артиста и дирижера Юрия Башмета. Прослушивание состоялось в режиме реального времени в дистанционном формате. Летом стало известно, что девушки, три скрипачки и одна флейтистка успешно прошли отбор. С этого момента юные музыканты начали разучивать материал. Мы ездили два раза на музыкальные академии, которые тоже проходили под патронажем Башмета. Они проходили в городе Снежинск. И там, во второй уже академии, детей всех посадили в один оркестр. Они играли на заключительном концерте этой академии в составе оркестра. И вот уже третья академия уже была не академией, а именно решили сделать вот такой полноценный симфонический оркестр. Детский симфонический оркестр атомных городов – это совместный проект Юрия Башмета и программы «Территория культуры Росатома». На основе конкурсного отбора в оркестр попали дети из 18 городов присутствия госкорпорации «Росатом», расположенных в 10 регионах России. В заявке дается краткая творческая характеристика ребенка. То есть у ребенка должен быть определенный уже набран багаж побед в конкурсах различного уровня. То есть у нас все девочки, которые участвовали в этом проекте, они являются лауреатами областных, международных, всероссийских конкурсов. В течение 10 дней в Москве балакиревцы каждый день репетировали как по группам, так и в самом оркестре. С ребятами работали музыканты и дирижеры высокого уровня. Первое выступление детского симфонического оркестра прошло онлайн. А второй раз оркестр сыграл на большой сцене на галоконцерте в честь 15-летия территории культуры «Росатома» в Московском театре «Этцетера». Дирижером выступил Юрий Башмет. Потребовалось много времени для того, чтобы сыграться и чтобы получился такой хороший результат. С нами занимался очень хороший дирижер Леонид Леонидович Жуковский. Благодаря его труду получился такой результат. Я научилась быть внимательной, все время смотреть и на партию, и на дирижера одновременно, и слышать окружающих. Я бы сказала, что это одно из самых ярких событий в моей жизни музыкальной. Было интересно работать, было работать в удовольствии, понравилось общаться с дирижером, со своими коллегами. В качестве подарка ребята из Детского симфонического оркестра «Атомных городов» поучаствовали в мастер-классах, а также побывали на экскурсии в Москве. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Образцовый ансамбль народной песни «Горница» отметил свой 20-летний юбилей на сцене Дома молодежи. На концерте «Россия. Песня моя» вокалисты ансамбля выступили со старым добрым репертуаром и с премьерными композициями. За 20 лет работы вокальный ансамбль «Горница» влюбил в народную песню многих ребят и воспитал не одно поколение талантливых артистов. Отметить день рождения коллектива долго не получалось. Юбилейный концерт несколько раз откладывали из-за пандемии. Но, наконец, и поклонники творчества «Горница», и сами вокалисты дождались этого события. Я испытываю, безусловно, волнение и предвкушение чего-то грандиозного, потому что мы готовились очень долго к данному мероприятию. Мы подготовили эту программу, выхватив из, так это можно, наверное, сказать, это слово, выхватили такие самые яркие, самые любимые песни в репертуар концертной юбилейной программы. Но и будут встречаться песни, которые мы еще ни разу не пели, и дорогой наш зритель, любимый зритель их услышит. 20-летняя история образцового коллектива Нижегородской области ансамбля народной песни «Горница» была насыщена яркими, значимыми событиями и достижениями. Не сосчитайте многочисленные награды на конкурсах и фестивалях, которые коллектив привозил в Саров. Огромная благодарность от города, от жителей города, от всех нас, коллективу, который поддерживает народные традиции, который оказывает воспитательную функцию, который позволяет нам ощущать себя естественно, комфортно, и очень достойно и приятно находиться рядом и слушать это творчество. За 20 лет многие песни ансамбля «Горница» полюбили саровским зрителям. И руководитель коллектива Ирина Оськина не убирает эти произведения из репертуара, но всегда старается включить в концертную программу. В этот раз в честь юбилея участники ансамбля спели задорную песню «Саровчаночка». На сцене выступили все возрастные группы ансамбля народной песни «Горница», а танцевальные номера зрителям показал хореографический коллектив «Карусель». Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова